всем привет сегодня у нас обед давно нас не было у нас у дела 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 проблемы 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 короче черная полоса что мы сегодня кушаем пельмешки с мясом птицы кулебяка с капустой шашлычок куриный магазин и покупной и тарелочка овощей тут у нас майонез и кетчуп ой горчица взяла ядрёная жгучая всем приятного аппетита кто будет с нами кушать сегодня получилось так что я отпросилась с работы взяла несколько часов чтобы уйти с работы пораньше но решались дела по поводу отпуска нашего предстоящего и я у меня никак не складывалось одно другим и наконец-то господи сегодня все решилось сейчас секундочку кошка сходил у нас все убрали наконец-то потому что они любят когда я домой прихожу они начинают все свои дела делать пока мне дома нет они дела не делают так что вот кушать будет неприятно надеюсь я не испортила никому аппетит и получилось так что ваня сейчас не ест почему у меня пельмени я в а то опять начнете сразу писать себе да потому что ваня уже поел оказывается ваня сегодня получил паспорт ура у нас есть паспорт и у нас все упиралась в паспорт и наконец этот вопрос решился значит отпуск у нас будет все таки я уж думала все никуда ничто не поможет уже разочаровалась если честно ну кто с нами в эфирах был на видео не снимали но в эфир выходили тот в курсе как он сладкий я подсолила я грунванду хоть овощи посижу посиди поешь соленые как бы по немаленько соленый не вига себе маленько сколько там соли набухало как голодный прям все хотела пояснить ситуацию по про по поводу фотографий которая выставила сообществе для чего я выставила карту потом я удалил этот номер потому что насколько же люди злые это просто меня поражает насколько же ядовитые люди потому что очень много народу живет в разных у нас городах и не у всех есть одноклассники контакты не все в курсе а мама этого мальчика моя подруга мы гуляли в детстве все детство мы провели вместе до тех пор пока они по выходили замуж когда родился у нее этот сын сашенька мы все это вместе гуляли с колясочками потом наши дети оказались вместе учились о и в садике были они гуляли все вместе с моей маши и просто понимать и такая ситуация могла быть и моим этом мог быть моим ребенком неважно чей это ребенок я просто как мать как мать понимаю как ей тяжело и хочу поддержать этого человека хотя бы так я не могу сейчас присутствовать рядом дан но хотя бы вот так помочь люди которые разъехались по разным городам с которыми мы тоже все гуляли да и очень много людей из тагила качканара которые жили в поселке бранче я знаю что смотрят наш канал не через этот канал а я хотела до них донести информацию но насколько же люди гнилые которые писали комментарии я просто поражаюсь и знаете начинаю все время анализировать вот если посмотреть видео еще год назад год назад все время спрашивают как вы относитесь к украине еще это было год назад почему-то под украинскими блогерами да вот он под видео у у украинских блогеров под видео нету таких вот вопросов как вы относитесь к раз к русскому народу как вы относитесь к россии а под нашими видео еще с того года вот если перелистать и поискать и есть такие сообщения и я ничего понять не могла почему задаются такие вопросы всегда горел бы нормально мы относимся но вот сейчас читаю комментарии то что люди пишут да вы как нас оскорбляет поливает грязью хотя я вообще ничего не сделала для людей которые там живут и даже если бы я хотела что-то сделать в плане что хорошим я бы не смогла а вот вы пишете своему путина да с хрена ли он наш то путин мы что с ним за мной кружки пьем за из одной тарелки едим чтобы я ему там что-то передавала я ему передала и он меня послушался что ли я ничего не понимаю почему люди там живут и думают про нас такие гадости а почему бы вам например не пойти к нему и не сказать то что вы пишете нам вот это вот все вам же это надо от вас только агрессия идет я вот сколько читаю комментарии даже вот сколько блогеров смотрю одна агрессия идет со стороны украины я ничего не понимаю мы-то люди которые вообще далеко от вас находимся что сделали мы точно также молимся за то чтобы все это закончилось мы во всем мире чтобы был мир мы не хотим чтобы умирали наши отцы наши дети мужья братья мы этого не тоже не хотим сколько можно об этом говорить сколько можно нас посирать если был успокоились все стороны телевизор этот зомбоящик зомбировал с той стороны и с этой стороны людей и настроил друг против друга а вы вот мы не смотрим телевизор не слушаем новостей и у нас глаза открылись те кто смотрит этот зомбоящик те сиди сам открою уж извините комментарии я закрою потому что знаю сколько говна польется в мой адрес но вот эти комментарии когда говорят пишут вы отправляете детей своих а вы что не знаете что он военно обязаны что наши мужчины и ваши мужчины они военные обязаны они обязаны проходить службу как она там было и что она была как они подписывали этот договор я не знаю мы никто не знаю может быть они вообще слепую подписали а может быть его заставили подписать откуда мы что узнаем и как мы можем все говорить и судить кого-то я вообще этого не понимаю сейчас данный момент и я написал это сообщение в поддержку матери которые данный момент тяжело любая мать потерявшая ребенка и не только ребенка жена мужа сестра брата то очень тяжело друга друга если бы не смотрели телевизор они слушали людей к кому это выгодно война то все было бы нормально никто бы не ничего бы этого скорее всего и не делал да сейчас сейчас уже что говорит бесполезно уже все значит давно сейчас только молиться о том чтобы она быстрее все закончилось очень жалко всех очень жалко хочется уже мира очень хочется мира нежелание снимать не настроение за этого нет потому что столько негативных комментариев пишут закрывать комментарии но тоже знаете почему должна идти у вас на поводу я тоже не вижу смысла до сейчас такая жизнь да сейчас тяжело всем надо как-то это просто пережить но как я вот не знаю что сказать даже вот не знаю у нас только появилось хороших новостей хотели поделиться но прочитав сегодняшние комментарии которые были написаны под фотографии это ужас я просто до такой степени мне было плохо ты как будто на таймер ел я все съел весь мой перед ребята сама точу главная новость кто нас смотрел на эфирах тот знает меня еще одна проблема была это как правильно сказали девчонки что не одна беда не приходит у меня теньков снял деньги помните я рассказывала и руки опустились вообще короче я же позвонил оператору но я говорила я же позвонила оператору теньков банка и они это вот такой типа шашлык представляете они мое обращение обращение рассматривали неделю хотя сказали будут три дня в обработке помните рассказываю только не помню на видео или на эфире и знаете что произошло сегодня мне вернули деньги которые они сняли с моего счета представляете это вот ютубовская зарплата который пришел я ошалела я не поверила своим глазам мне приходило три раза оповещение о том что мы рассматриваем нам надо чуть больше времени но сегодня они мне прислали деньги которые они с меня сняли естественно когда они меня пришли я сразу же в рубли быстро быстро перевела перевела сразу же на другой счет сбербанк чтобы опять не сняли но взяли комиссию в этот раз взяли комиссию раньше не брали перевод с одного банка на другой сейчас взяли 30 рублей ну наш не не всю зарплату 30 рублей да господи да ради бога в общем в этом мире каждая копеечка важно конечно счастлив если у тебя денег нет ты никто вообще и ничто и звать тебя никак ну короче я рассказывала что я пришла у меня карточка вот этот линковск это мы оформили чтоб переводы были нет с ютуба идет понимание хитрым образом пришла и сам иска она пришла так что я ее не увидела даже я просто увидел уведомление как раз в этот момент было чудо в телефоне она такая сам иска тиньков поступил платеж я пока захожу хоп нету платежа никаких эсэмэс от ничего нету главную душу за фигня а потом смотрю в тратах появляется минус эта сумма которая пришла думаю ничего себе я давай узнавать на карточке номер оператора я это по этому номеру давай звонить оператору а у меня сначала шок я ничего не понимаю что произошло то мужчина там приятно такой мужчина был он мне сразу же вот эта операция вот этот процент начал мне объяснять и я как давали ведь я прям ревела в трубку прям так горькими слезами ревела я говорю вы что творите почему без предупреждений без всяких уведомлений вот так была информация говорю где была информация телевизор не смотрю новости я не смотрю книжки лайк газеты не читаю где должна была увидеть эту информацию в этих приложениях я тоже не сижу круглосуточно зашла раз в месяц вышла забыла и все это я в слезах таких горючих слезах говорила я прям захлебывал задыхалок он наш бедный растерялся парнишка то я горит принимаю ваше обращение я не знаю даже вам чем помочь ну короче мы там с ним поговорили он не объяснил что как сделать он такой где я вас переведу сейчас на другого ну оператора который сможет вам помочь вашем деле то он не переводит она револю мне даже сил нету ждать я беру отключаюсь короче через какое-то время мне сам даже перезвонил игры тут все ждите ваше обращение в обработке мы вам перезвоним ну там через три дня штучит такого низко потом через три дня опять пришла смс к в обращении обращение в обработке потом еще раз пришла смс к и вот сегодня деньги перевели обратно мне но в следующем месяце сказали будут в полном объеме изъятия процента я короче сразу уже все удалила со цен со эту карту он не сразу ка удаляйте у нас горит вот такие правила вам горит над другой банк на у нас один только банк который принимают короче что сделать не зная пока даже до него дойти не могу до этого банка самое главное спасибо этому молодому человеку который выслушал мои сопли понял меня и вернули мне эти деньги очень вкусно шашечок кстати остренький еще раз михаила хотим поздравить с днем рождения правда было 26 но так как мы видео не снимали я хочу передать огромнейший привет макс тебе огромнейший привет это мой друг сыгры макс плэй тебе огромнейший привет прости на задержку забыли не забыли мы не снимали просто нет там было два ролика мы забыли да ты чё прости нас мы сейчас передали исправились где какой-то красивая вот михаилу исполнилось 40 как он сказал молодой такой всегда 18 желаю быть всегда позитивным добрым и чтобы окружали только хорошие замечательные люди гнилые сами отсеивались как и вкусные пирожки с капусты обалдеть кульбяка это я сегодня бегала в мвд и на обратном пути забежала в пекарню она все там далеко от нас все этом никогда не брала вот такой пирожок у них стоит 45 рублей очень вкусно нормально такой большой здесь подороже поменьше пирожки ну с чайочком это вообще будет замечательно ну чё какая голодная сегодня все уплела так что спрашивайте куда мы летим в отпуск куда мы летим в отпуск мы будем снимать влоги все узнаете пока не хочу сглазить поэтому когда вы получу на руки билеты когда уже все будем в отпуске тогда все расскажу сейчас вообще страшное дело что-то говорить заикаться о чем-то и может даже влог с ним отель покажем потому что бабушка будет на смотреть башка там все сознание потерять когда узнает где мы секретики от бабушки как всех сейчас бабка значит мы полетим куда-то мы давно наверно это знают потому что мы давно об этом коврили то что куда-то придет все я довольна это он доволен я про микрофон то совсем забыла в общем дорогие друзья что я хочу вам сказать сегодня закончим видео по-другому хочу просто вас попросить будьте добрее терпеливее уважайте друг друга уважайте чувства друг друга может быть люди растают и тогда жизнь начнет бить по-другому бить другим ключом до как говорит бузова любовь спасет мир я с ней согласна и всем пока 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 пока